Злостных неплательщиков, алиментов ждет черная слава. Брянские судебные приставы будут размещать фотографии нерадивых родителей в общественном транспорте, в газетах, интернет-сайтах и на рекламных баннерах. Лица задолженников перед собственными детьми Брянск увидит уже в этом месяце. Я знаю, что ты есть. Вспомни о ребенке, ведь бывших детей не бывает. Подобными лозунгами к уплате алиментов призывает вся социальная реклама судебных приставов. Но грустная статистика говорит о том, что после развода в ранг бывших переходят не только супруги. В начале этого года на исполнении находилось более 14 тысяч исполнительных производств. За 10 месяцев эта цифра снизилась почти до 9 тысяч. Сегодня нерадивые родители задолжали собственным детям более миллиарда рублей. Обзыскание средств на содержание несовершеннолетних детей с родителей – это приоритетное направление деятельности нашего управления, но, наверное, всей службы в целом. За последние годы работа на этом направлении нами заметно активизирована. Сегодня, на сегодняшний день, в остатке находится 9300 исполнительных производств указанной категории. Следует заметить, что это на 700 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С декабря месяца служба судебных приставов вводит новые методы борьбы со злостными неплатильщиками. Город увидит лица всех горе-родителей. Вместо фотоальбомов лица хронических должников разместят в общественном транспорте, на интернет-порталах, газетах и рекламных баннерах. Здесь хороши все средства, ибо защитить интересы ребенка – это святой долг наших работников. Мы планируем в декабре разместить фотографии с биометрическими данными на всех злостных неплательщиков, которые у нас сегодня в розыске. Их где-то свыше 400. Ну, наверное, эта акция, в первую очередь, позволит укрепить в обществе негативные отношения к вот этим неплательщикам элементов. Ну, и, наверное, активизирует граждан на то, чтобы помогли нам их разыскать, да, и оказать помощь детям. Подобная практика уже действует в других регионах. В регионах результаты есть. Антислава заставляет нерадивых родителей гасить задолженность перед своими же детьми. В некоторых регионах, скрывающихся от приставов, родителей знают даже в пивбарах. На подставках под бокалы приставы также разместили лица родителей, забывших о своих обязанностях. Результаты есть, потому что по нашему области еще рано делать какие-то выводы, да. Но по другим регионам есть, когда видят свою фотографию, что они злосты, неплательщик, да, приходят и проплачивают. Что касается защиты персональных данных, то закон в данном случае развязывает приставом руки. Если публичное размещение персональных данных способствует правосудию, то ведомство вправе размещать фотографии должников. Их позаимствуют у паспортной службы и в соцсетях. Цель антипиара – создать в обществе негативное мнение о родителях-должниках. Кроме того, дети из неполных семей, кроме элементов, никакой финансовой помощи не получают. Иных фондов в поддержке нет.